Здравствуйте, дорогие участники встречи. Я хочу представиться. Меня зовут Лола Алимова. Я представитель IWPR в Центральной Азии. И разрешите мне еще раз поприветствовать всех участников этой встречи от имени команды IWPR в Центральной Азии и от имени аналитического бюро Кабар Азия. Я хочу напомнить всем, что наша команда на протяжении уже многих лет, а в последние 3-4 года, очень часто. Мы собираем экспертов и аналитиков из стран Центральной Азии, а также из других стран, которые работают по теме Центральной Азии или заинтересованы, или так или иначе связаны в Центральной Азии. И мы приглашаем их на таких экспертных встречах, конференциях, круглых столах, обсудить им события, проблемы, которые волнуют или затрагивают граждан этого региона. Я представлю наших экспертов сегодня и спикеров. Давайте. Это Лидия Пархомчик, эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Казахстана Елбасы. А также Мирсулджан Намазалы, основатель исследовательского центра Central Asia Free Marketing Institute или Центральный Азиатский институт свободного рынка из Бишкека, Кыргызстан. А также Станислав Причин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской Академии наук из России. Также с нами сегодня эксперт из Узбекистана Бахром Раджабов, эксперт по вопросам политэкономии и развития в постсоветских странах. А также Уктан Джумаев, наш постоянный эксперт по экономическим вопросам, кандидат исторических наук, страновой эксперт программы международного бюджетного партнерства в Душамбе. Ну и я, Лола Лимова, как я вам уже сказала, я являюсь программным координатором и редактором IWPR в Таджикистане. Итак, тема нашей сегодняшней встречи, она озвучена, все вы ее знаете. Сегодня мы будем обсуждать вопросы, связанные со стратегией Евразийского экономического союза в условиях коронакризиса. И, конечно же, прежде чем начать, я хочу сказать о том, что эта пандемия коронавируса стала испытанием для всех, для всего мира, в том числе и для таких региональных проектов, как EIS. А наступивший мировой кризис проверяет нас на прочность и проверяет на прочность всех и такие объединения, и, конечно же, это послужит для всех стресс-тестом. А какие выводы можно сделать уже сейчас? Какие вызовы обозначила пандемия коронавируса COVID-19? И что предприняли страны, члены ЕАЭС? И что намереваются сделать страны, кандидаты на вступление в эту организацию? Вот об этом наш сегодняшний разговор. И сейчас я предоставляю слово Станиславу Причину, старший научный сотрудник сектора постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Пожалуйста, Станислав, вам слово. Спасибо большое. Спасибо большое Институту Войны и Мира за организацию этого мероприятия. Действительно, нам есть что сегодня обсудить, и контакты наши не такие частые сейчас, они в основном в онлайне, и поэтому очень рад видеть своих коллег и обменяться мнениями по текущим новостям. Первое, что хотелось бы, конечно, отметить, о том, что пандемия выявила и без того узкие сложные места наших взаимоотношений и вообще глобальных международных отношений. Если мы проанализируем те процессы, которые происходят, мы увидим, что пандемия способствовала еще большему разобщению международного сообщества и те глобальные институты, которые должны отвечать за координацию усилий, совместные подходы государств к решению общих проблем. У нас не так много, на самом деле, таких вот острых проблем, которые одинаково воздействуют на всех нас. И развитие пандемии коронавируса показало, что, в принципе, мир-то не готов отходить от национального эгоизма и совместно решать вопросы противостояния этой общей угрозы. То есть, если мы посмотрим на ту активность, которую предпринимала ООН, Всемирная организация здравоохранения, эти глобальные структуры фактически оказались неэффективны в условиях кризиса. Мы не видели никакой координации усилий распространения общих условно методик по лечению. Более того, если мы проанализируем график того, как страны закрывались и предпринимали шаги, все это было абсолютно спонтанно, абсолютно без учета опыта коллег своих. То есть, мы видим, что мир фактически разделился в этих условиях, и мы продолжаем жить с разделенными границами, без каких-либо контактов, профессиональных в том числе. И это, на самом деле, такой очень тревожный сигнал, потому что, в принципе, нас спасает только то, что у коронавируса смертность не такая высокая. В случае, если бы это была чума, ситуация была бы значительно сложнее. И как раз вот, если мы перейдем к сфере организаций, которые реагировали на это, региональных, что Европейский Союз, другие организации, в принципе, показали также свою очень низкую эффективность во взаимодействии. То есть, если мы посмотрим, каким образом, например, официальный Брюссель, где располагается штаб-квартира Европейского Союза и Европейская комиссия, каким образом они реагировали и пытались координировать усилия, то фактически этого ничего не было. То есть, страны, которые наиболее были подвержены пандемии, Испания и Италия, остались фактически в одиночестве и самостоятельно решали проблемы в условиях коронавируса без поддержки ЕС. Если мы сравниваем с тем же Евразийским экономическим союзом, степень интеграции в котором на порядок ниже, то мы увидим, что, в принципе, в Евразийском экономическом союзе как раз координация и совместная помощь была на более высоком уровне. Я включаю сюда не только членов непосредственных ЕС, но и соседей, например, Узбекистан очень активно участвовал в помощи взаимной. То есть, здесь как раз была очень тесная поддержка друг друга, потому что мы по-разному заходили в пандемию, по-разному переживали эти периоды. Это позволяло закрывать какие-то дыры в потребностях, например, по маскам, по тестам на коронавирус. И здесь в рамках ЕС мы видим, что, несмотря на то, что здравоохранение не является частью наших интеграционных целей, по крайней мере, в ближайшее время, то здесь, например, Евразийская комиссия предприняла шаги для того, чтобы, условно, часть товаров, в которых была потребность наиболее высока, аппараты искусственного вентиляции легких, маски, тесты на коронавирус, чтобы не было возможности экспортировать их за пределы ЕС, но внутри ЕС разрешены были движения этих товаров, что показывает, что, несмотря на то, что здравоохранение не является частью наших интеграционных объединений, но здесь мы предпринимали шаги. Конечно, опять же, на заседании Высшего Совета, который прошел в конце мая, президент Казахстана отметил, что здравоохранение не должно быть частью интеграции, хотя как раз последствия коронавируса показывают, что мы должны учитывать возможности подобного сценария для того, чтобы у нас, по крайней мере, были четкие структуры и институции, которые бы позволяли координировать наши усилия в таких рамках, учитывая особенно, что у нас прозрачная граница и фактически открытая граница, неконтролируемая для перемещения людей, которые являются в основном носителем коронавируса. В таких условиях, конечно же, координация мер, которые каждая страна предпринимала у себя, позволила бы значительно более эффективно бороться с вирусом, и как раз это та вещь, о которой стоит подумать, не стоит ее откидывать раз и навсегда. Переходя вообще к анализу интеграции, конечно, вокруг ЕС, Евразийского экономического союза, достаточно много копий сломано, очень много критики, как внутри стран, так и из-за рубежа. С одной стороны, это понятно, потому что, в принципе, если сравнивать с примером и ориентиром, на который равняется ЕС и его создатели, Европейский союз, путь Европейского союза насчитывает уже больше 60 лет, и те этапы, которые Европейский союз проходил десятилетиями, мы перескочили их, да, может быть, у ЕС объективно есть детские болезни, которые не позволяют моментально оккупировать те проблемы, которые возникают у нас. С другой стороны, есть, конечно же, противодействие и завышенное ожидание, да, то есть мы, в принципе, видим, что национальный эгоизм – одно из движущих факторов, в принципе, участия в любых интеграционных объединениях. То есть, в принципе, если мы посмотрим, какие требования, и какие разногласия сейчас присутствуют, по крайней мере, вот, например, на последнем заседании, да, страны энергодефицитные, такие, как Армения и Белоруссия, они требуют создания равных условий для бизнеса и для покупки энергоресурсов по внутренним ценам, что на самом деле является долгосрочной целью, но при этом мы должны понимать, что государство, если выстраивать такие единый уровень цен на энергоресурсы, даже у Европейского Союза такого нет, несмотря на то, что идут очень существенные налоговые сборы в рамках внутренней налоговой политики, единый эмиссионный центр, европейский банк центральный, то есть уровень развития и интеграции внутри Европейского Союза, он очень существенный, но при этом каждые члены Европейского Союза самостоятельно решают вопросы энергоснабжения. Только сейчас предпринимаются попытки создания энергетического союза, но он предполагает строительство коннекторов, которые просто улучшат логистику внутри Европейского Союза и позволят решать кризисы, какие были, например, в российско-украинских отношениях. То есть здесь, в принципе, если мы сравниваем с Европейским Союзом, то прецедента продажи условно члена Союза по ценам внутренним, при том, что инвестиции предполагают, что строительство огромное количество трубопроводной инфраструктуры для того, чтобы это обеспечить, то есть налоговое бремя лежит на государстве, которое поставляет энергоресурсы, а получателем всего это являются все члены Союза, то есть здесь, по крайней мере, нужно считать экономику и учитывать это, и на это, собственно, к этому апеллируют и российские чиновники, и члены ЕАЭС в целом. То есть мы видим, что, с одной стороны, есть внутренние проблемы, но при этом я считаю, что в целом ЕАЭС – безальтернативная организация вообще в евразийском пространстве, потому что перспектив, например, даже для стран, которые граничат с Европейским Союзом, стать полноценными членами в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет, других возможностей для присоединения к рынку глобальному, более масштабному, чем наши национальные экономики, также у государств нет, как у России, так и у соседей. В условиях, когда, например, Всемирная торговая организация фактически перестала существовать, потому что основной институт этой организации – арбитражный суд, он фактически не работает, потому что остановилось переназначение судей. То есть то, ради чего, собственно, и создана была эта организация – свобода торговли и защита от преференции, которая, она фактически не работает. В рамках ЕАЭС также мы имеем целый ряд проблем, и они исходят также из того, что стороны не всегда учитывают общие интересы. Ну, например, вот Казахстан, когда вступил в ВТО, будучи уже членом ЕАЭС, не все тарифные позиции были согласованы в соответствии с теми таможенными, уровнем таможенных сборов, который существовал в рамках ЕАЭС, что привело к определенным дисбалансам и потокам товаров через Казахстан внутри России. Соответственно, Россия, российские власти вынуждены были предпринимать меры для того, чтобы по пониженным тарифам не поступали товары внутрь на российский рынок. То есть здесь мы видим, что проблемы есть, но они в целом решаемы в рамках диалога конструктивного и прагматичного, нацеленного на действительно создание общего пространства, передвижения капитала, людей, услуг и товаров, к чему мы, собственно, и стремимся для создания более инвестиционно-ориентированной экономики с доступом к более глобальному рынку. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Станислав. Десять минут мы вам, по-моему, дали даже, наверное, чуть-чуть больше. Да, пожалуйста, я попрошу наших уважаемых экспертов придерживаться регламента не более десяти минут. Да, вы абсолютно правы, вы охватили практически весь спектр проблем, которые сейчас есть, и реагирование в рамках ЕАЭС. Мне кажется, может быть, это лично мое мнение, что вот это взаимодействие по поводу ковида, оно было скорее в рамках двусторонних отношений, может быть. Но вы абсолютно правы, что, конечно же, есть к чему стремиться, необходимо учитывать интересы каждой страны, и болезни роста, может быть, когда-то будут преодолены. Спасибо большое вам за выступление. Вопросы вы можете задать нашему спикеру в конце нашей встречи. А сейчас я хочу предоставить слово Лидии Пархомчик, эксперту Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Республики Казахстан. Пожалуйста, Лидия, вам слово. Спасибо большое за возможность высказать свое мнение, возможность принять участие в столь значимой конференции, конференции, которая действительно должна потолкнуть нас к пониманию, действительно ли есть будущее у Евразийско-экономического союза, или его нет. Хотя, в принципе, я тут солидарна с нашим российским коллегам о том, что не только есть, но и оно будет очень-очень значительное. Вообще, если посмотреть, насколько изменилась ситуация с началом 2020 года, то есть как мы вошли в первый квартал этого самого, наверное, один из самых взрывоопасных и буквально взрывных в плане событий международного масштаба, начиная с 1 января, так мы можем точно для себя определить, что пандемия стала настоящим вызовом для всего человечества и все последующие локдауны и карантинные меры, они стали тестом на прочность. И не только для национальных государств, но и для региональных объединений. И в этом отношении, конечно, Евразийский экономический союз не стал исключением. Как мы можем посмотреть, по крайней мере, на показатели первых трех месяцев? Вот, если посмотрите, принимали на небольшую такую табличечку, то по итогам от первого квартала у нас, к сожалению, идет снижение как внешнего товарооборота с третьими странами, так и взаимного товарооборота. Если мы говорим о внешнем, то это где-то в районе 8,8%, если это взаимный, то это 8,4%. На самом деле, казалось бы, это не так критично, потому что бывали времена, когда подобные цифры были и значительно выше, и обозначались с двухзначными значениями. Но если мы посмотрим на показатели марта, то есть это тот месяц, с которого начались первые локдауны глобальные, то здесь уже цифры выглядят менее оптимистично, потому что, если мы говорим о внешнем товарообороте, то здесь у нас падение, даже не взаимное, у нас будет около 20%, если мы говорим о внутреннем, то это около 10%. Это очень тревожный сигнал, тем более учитывая тот факт, что дальнейшие показатели апреля и мая, они только усугубят данную ситуацию. Очень интересно будет посмотреть, насколько просели экономики, ведущие локомотивы экономики ЕАЭС, это, собственно, Российская Федерация, потому что, если вы посмотрите на удельный вес стран, членов ЕАЭС во взаимной торговле, то именно доля российная и более значительная. Соответственно, от показателей экономического развития данной страны очень многое будет зависеть и вообще для всего Евразийского экономического союза в целом. Понятно, что страны ЕАЭС были вынуждены сделать своеобразный выбор между необходимостью защищать экономику и необходимостью защищать собственное население от возможных последствий эпидемии. И здесь выбор был однозначный, это в пользу защиты собственного населения, в пользу превентивных мер в сторону сдержанности распространения вируса. Однако это привело к вынужденным экономическим последствиям. В первую очередь, мы можем говорить о том, что были пересмотрены бюджеты. Вот если вы посмотрите, значит, в 2020 году, если мы говорим, допустим, о Казахстане, наш бюджет был пересмотрен, и он уже, дефицит бюджета был составлен примерно в районе 3,5%. Однако, если мы говорим о показателях макроэкономической стабильности ЕАЭС, то подобные цифры не должны превышать 3%. А если вы посмотрите на дефициты бюджета остальных стран, участниц ЕАЭС, к сожалению, они еще больше превышают данный показатель. Аналогичные, к сожалению, негативные тренды мы будем наблюдать и по госдолгу. О чем это говорит? О том, что были вынуждены мы смириться с тем, что макроэкономическая стабильность всего Союза будет находиться какое-то время на вторых ролях, потому что нужно было в срочном порядке гарантировать, защитный рубеж выстраивать о том, чтобы распространение вируса не привело глобальные масштабы. Понятное дело, что национальном уровне все государства приняли широчайшие меры поддержки населения и бизнеса. Они, конечно, различались по объемам финансовой помощи, секторам экономики и так далее, но все они были в одном, собственно, генеральном ключе о том, чтобы защитить бизнес населения от возможных последствий. В Казахстане уже был соответственный план, разработал постановление экономики. В России этот план был в начале июня озвучен. То есть мы видим, что на национальном уровне противодействие такой угрозе современному геополитическому масштабу, как COVID-19, он был активно и очень своевременно исполнен. Тогда возникает вопрос, насколько у нас эффективно сработала ЕАЭС как структура, региональная, насколько меры, которые были приняты именно в формате евразийской пятерки, отвечают нашим возможным ожиданиям и чаяниям. Вот здесь я действительно солидарна с нашим российским коллегам о том, что если мы говорим о тех мерах, которые приняты были в формате АЭС, то они полностью отразили те возможности, которые у нас есть на нашем современном этапе. Первый и второй пакет мер, он содержал в себе меры следующего порядка. Это вот освобождение от важных пошлин на товары, которые импортируемы для предотвращения распространения COVID. Это вот средства индивидуальной защиты, инфицирующие средства и так далее. Также был введен временный запрет на вывоз из ЕАЭС продукты медицинского назначения материалов. Вот в рамках второго пакета, если мы говорим, то это тоже было принято решение устранить временный запрет на вывоз из ЕАЭС отдельных видов продовольственных товаров, что очень важно было для сохранения продовольственной безопасности. Также был утвержден перечень товаров критического импорта, что тоже очень важно. Но где-то к апрелю на уровне уже наднациональном было понятно, что данные меры, они стали как бы первым рубежом. Нужно было переходить ко второму рубежу. Это вот комплекс срочных, однокризисно-стабилизационных мер. И вот здесь вот уже межправительственный совет был отметен ряд процедур оценки соответствующих медицинских товаров. Это был создан так называемый зеленый коридор для импортическо важных товаров. Также были даны рекомендации Европейскому фонду стабилизации и развития и ЕАЭР в том, чтобы активизировать свое участие в инфраструктурных проектах, которые совместно на союзнических началах развивают наши страны-участницы. Следующим, на самом деле, этапом, который достаточно все ожидали в борьбе против этих кризисных мер, которые должны были приниматься, должна была стать принятие стратегии развития ЕАЭС 2025 года. И вот действительно данный документ, он позиционировался как наиболее подходящий такой инновационного формата соглашения, даже не соглашения, а стратегия, которая смогла бы вывести на четко очерченные перспективы инновационного развития. Но вот, как мы уже отмечали, на последней встрече Высшее экономического совета было принято решение перенести сроки согласования этого документа. Но здесь хочу подчеркнуть, что Казахстан, со стороны которого, собственно, прозвучало наибольшее количество критических оценок, сторону стратегий, все-таки сохраняет приверженность целям и задачам Беразийского экономического проекта. Почему это важно подчеркнуть? Потому что действительно многие аргументировали к тому, что будущее ЕАЭС, возможно, не такой радужный, раз уж само государство, которое эту идею инициировало, в нее не перестает больше, собственно, верить. На самом деле это в корне неверное утверждение, потому что и в нашей концепции внешнеполитического курса закреплено четко, ясно и понятно, что эдукционное развитие в рамках евразийской интеграции, оно остается приоритетным. Поэтому желание евроскептиков о том, чтобы дальнейшие стяги в евразийском пространстве как-то остановилось, оно не сбудется. И это, собственно, факт. Понятно, что стороны не отказываются от продолжения курса на дальнейшую гармонизацию законодательства. Это очевидно, потому что простой перенос принятия стратегии не означает того, что все процессы останавливаются. Стороны ЕАЭС сохраняют политическую волю к сотрудничеству. И, собственно, применительно в пандемийный период, когда экономики подвергаются громаднейшему стрессу в плане национальных макро-показателей, возможный распад, это самый пессимический сценарий, он повлечет за собой еще большие на самом деле экономические последствия, чем продолжение упорной работы над созданием дальнейшего очень эффективного интеграционного объединения. И здесь нам без наших партнеров по взаимной торговле из этого кризиса на самом деле не выйти. Каким образом мы сейчас оцениваем будущее экономическое наше интеграционного объединения? К сожалению, мы можем заключить это по оценке как раз таки европейской экономической комиссии, что 2020 год он станет достаточно драматично в плане снижения экономических показателей. Только сокращение стоимостных объемов взаимной торговли он упадет на вот самый максимальный показатель до 42%, а в физическом объеме до 15%. При этом падение ВВП у государств-членов ЕАЭС может составить в лучшем случае от 3,2% до 7,2%. Достаточно большой такой коридор возможностей. И на самом деле это говорит о том, что есть пессимистические оценки, есть более-менее оптимистические. Вот вы можете примерно посмотреть, каким образом в плане более оптимистического сценария будет оценен, по крайней мере, спад экономик всей нашей евразийской пятерки. В принципе, этот сценарий, он достаточно близок к международным оценкам западных институтов. Вот, допустим, для Казахстана и Беларуси он практически совпадает. Ну, единственное, что для России дают немножечко больше, то есть не падение ВВП до 3,2%, а где-то дают шестерочку. Но это не имеет, не меняет, собственно, судя того о том, что падение будет, и оно будет значительным. Если мы посмотрим на динамику роста основных социально-экономических показателей, вот по январе, апрель, то мы видим, что некоторые отрасли, они просели очень сильно. И только-только сейчас начинают восстанавливаться. Здесь надо все-таки посмотреть на майские прогнозы, потому что некоторые из них, ну, допустим, для Армении у нас были представлены только мартовские данные. Но, тем не менее, не очень перспективно, так сказать, репрезентабельно выглядит, по крайней мере, со стороны возможных будущих членов вступлений в данную организацию. Теперь мы, собственно, задаемся вопросом, да, насколько... Витя, вы превышаете свой времени, пожалуйста. Хорошо, да. Закругляйтесь. Да, значит, там, минуточку еще одну. Для того, чтобы... Вот на самом деле, для того, чтобы ЕАЭС вновь стал привлекательным, для того, чтобы в него захотели вступать, да, в первую очередь нам нельзя ни в коем случае прекращать консультации с нашими партнерами. Потому что, да, понятное дело, что широкой экипционной программы мы сейчас развернуть не можем, в силу того, что у нас есть очень серьезные проблемы на экономическом фронте, которые нужно решать. Однако, во многом, даже в большей степени, это будет зависеть от желания наших возможных потенциальных будущих членов организации, в первую очередь, там, Узбекистана, Таджикистана, насколько для них мы остаемся перспективным блоком для присоединения. И здесь мы можем сказать, что на самом деле мы сейчас находимся в исторической развилке возможностей, потому что, если мы сейчас найдем в себе силы найти в правильном, пойти в правильном направлении и приложить максимум усилий, чтобы глядировать ограничения, устранить нередные барьеры, мешающие развитию общих рынков Союза, то тогда мы действительно можем приступить к запуску того процесса, когда ЕАЭС станет привлекательным для всех государств в СНГ и, возможно, даже за его пределы. Спасибо большое. Спасибо, Лидия. Очень интересные прогнозы вы даете и хорошо отметили, что от того, как будет развиваться эта организация, она и будет успешной, то есть настолько страны, которые сейчас еще раздумывают вступить или не вступить, они изъявят желание. Конечно же, вопросы есть у каждой страны и интеграция, на мой взгляд, она должна давать в итоге упрощение для условий ведения международной торговли и должна быть прагматичной. Конечно же, страны, которые сейчас кандидаты на вступление, они очень сильно наблюдают за тем, как происходит развитие, и вот сейчас я предоставляю слово нашему кыргызскому эксперту Амисулджану Намазалы, основателю исследовательского центра Central Asia Free Market Institute. Кыргызстан это была одна из стран, за которой очень внимательно наблюдают, например, у нас в Таджикистане, и поэтому, пожалуйста, Амисулджан, вам слово, расскажите. Здравствуйте, спасибо большое. Да, действительно, я надеюсь, опыт Кыргызстана в участии в Евразийском экономическом союзе будет иметь значимость принятия решений в тех странах, которые намереваются вступать, и перед тем, как перейти к тому, что произошло в ЕС в отношении Кыргызстана в коронакризисный период, я хочу постараюсь коротко сказать ключевые результаты того, что случилось за последние четыре с половиной года, как Кыргызстан вступил в ЕС. Вступил Кыргызстан в августе 2015 года, чтобы стимулировать экономическое развитие, посредственную интеграцию своих рынков, экономической политики, импортных тарифов. Но прогнозы о том, что торговля резко возрастет, ошибочны, тем более в условиях нового коронавируса кризис показал, что ЕС для Кыргызстана это не более, чем геополитическая структура, дающая минимум экономической пользы. Давайте посмотрим, что получилось за время, за 4,5 года. Внешний товар оборот Кыргызстана упал с 7,6 миллиардов долларов в 2014 году до 6,9 миллиардов в 2019 году. Но это не так, что медленно падало. Он сильно упал до 5,6 миллиардов долларов уже в следующем году, в 2015 году. И до сих пор мы не восстановились. Более того, товарооборот наш с ЕС сократился с 3,3 миллиарда долларов до 2,6 миллиарда долларов за это время. При этом, что интересно, с Китаем мы все равно увеличили торговлю с 15% до 26% во внешней торговле. но, к сожалению, кроме стран ЕС и Китая со всеми другими странами в мире, наши показатели упали с 42% до 35% от общего объема торговли. При этом, да, доля России в товарообороте Кыргызстана выросла с 58% до 62%. А вот Казахстан, наш ближайший сосед, как мы говорим, два родственника, упала немножко с 39% до 36%. Ну и мы немного, на самом деле, в два раза даже увеличили экспорт в Россию, но примерно столько же наш экспорт в Казахстан упал. Все эти цифры есть у организаторов. И последнее, что я хотел бы здесь подчеркнуть, когда в Кыргызстане продвигали таможенный союз, да, ИАЭС, говорили о том, что вот у нас миллион мигрантов, для них облегчится работа, их возможности, да, там бюрократия в какой-то степени это облегчено, но на самом деле за такой же период предшествующей вступлением в ИАЭС, количество въезжающих в Россию, был, рост числа въезжающих на территорию России был такой же, как и за этот период. То есть ничего особенного не изменилось, статистика остается на уровне 32% за такое пятилетие, да. И что интересно, то, что наша торговля падает с нашими партнерами по ИАЭС у нас также происходят большие недопонимания и стычки на границах, потому что наши товары не впускаются, как с самого начала, так и сейчас особенно. И если посмотреть опрос населения Кыргызстана, то за два года на самом деле число людей, которые считают негативным вступление Кыргызстана в ИАЭС, увеличился с 10% до 17%, то есть Кыргызстан это такая уникальная страна, которая позитивно воспринимала вступление и участие в ИАЭС, и вот их количество уменьшается. Но и те люди, которые считали, что это положительный опыт для Кыргызстана, если таких было 78% в 2017 году, то это упало до 69% в прошлом году. Теперь по пандемии COVID-19. Пандемия это ударило очень сильно по Кыргызстану. На самом деле в прошлые месяцы правительству Кыргызстана было очень сложно выплатить своевременную заработную плату даже медицинским работникам и милиционерам, которые были на форпосте и в авангарде этой борьбы, не говоря уже о других получающих заработную плату от государства. Это при том, что наше правительство не раздавало денег гражданам, не объявляло налоговую каникул бизнесу. Мигранты в России есть сейчас разные цифры, но говорят, что большинство также потеряло работу, источники доходов и Кыргызстан на самом деле очень сильно страдает в этом направлении. И, конечно же, беспрепятственная торговля с ЕС это был бы такой инструмент для оживления экономики, для того, чтобы наши граждане, наши власти, правительство также понимало значимость этого союза. Однако, на самом деле, все действия, которые происходят вместо создания зеленого коридора ограничения импорта из Кыргызстана, например, граница с Казахстаном это одна из ключевых тем в Кыргызстане. Это дошло до того, что на днях также сказали, что самый крайний путь это отзыв министров Кыргызстана, чтобы заблокировать принятие решений, потому что на самом деле проблемы с границей не решаются и вопрос того, что министров отзывали на консультацию, это было еще в марте, уже несколько месяцев, никак не решается. Об этом даже президент Кыргызстана сказал, что некоторые партнеры не обеспечивают зеленый коридор и таким образом он наехал на Казахстан. Кроме этого, что очень уникально, в Кыргызстане очень мало, практически никто из политиков не говорит ничего негативного в отношении ЕС, не говорили. Но вот последние несколько месяцев в стенах парламента, в стенах правительства вопросы значимости ЕС, вопросы необходимости ЕС ставятся под сомнение, что весьма разумно, учитывая то, что на деле такой кризис, наши партнеры ограничивают торговлю, и тем самым усугубляют нашу ситуацию. И уже перечислили, какие антикризисные меры первый пакет, второй пакет ЕС происходил. На деле эти пакеты абсолютно ничего конкретного не дают Кыргызстану. Более того, в Кыргызстане нашими полисомейкерами еще раньше, чем в ЕС, поднимались вопросы обнуления тарифов, даже выхода из ЕС на время пандемии, потому что запаздывали с решениями в ЕС, что на экспорт, что на импорт. Кроме того, что еще сказать, но в целом эти моменты являются пока что обсуждаемыми и важными для Кыргызстана и показательными. И этот кризис дал Кыргызстану еще раз понять, что ЕС это такая геополитическая структура для того, чтобы на этой территории некоторые страны имели влияние, но Кыргызстан в экономическом плане, особенно в условиях кризиса, никак не может на это рассчитывать. Более того, то, что обсуждается выступление президента Казахстана Токаева, в котором он раскритиковал стратегию развития, это тоже еще раз показывает, в чем проблема ЕС. В ЕС нет прозрачности. Эту стратегию мы обсуждаем только потому, что Токаев об этом сказал. Для доступа экспертам, для доступа гражданам своевременного этот документ мы не видели, поэтому я даже не могу обсуждать, что конкретно Кыргызстан мог бы в этом видеть, буквально финализируя. Но и при этом, если говорится о национальной суверенности, о том, что ЕС это должен быть экономически-торговый, а не социальный блок и так далее, наверное, все-таки в нашем регионе, и не только это в Кыргызстане, но и в Казахстане, понимают, что этот геополитический проект должен хотя бы оставаться экономическим и не забирать себе, не начать управлять другими секторами экономики, которые сделают эти страны еще более зависимыми. Спасибо вам большое. Спасибо большое за очень интересный анализ в текущей ситуации. Я же говорю, что опыт Кыргызстана был очень интересен для, например, Таджикистана, и когда только образовался ЕС, Таджикистан с тех пор является кандидатом на вступление, до сих пор не ступил и даже не является наблюдателем пока что. Но тогда говорили о том, что если Таджикистан вступит, то Узбекистан станет буферной зоной. Сейчас, как мы видим, Узбекистан планирует вступить, то есть были заявления, были СМИ публикации о том, что Узбекистан планирует стать страной наблюдателей, наблюдателем в ЕС. И я бы хотела сейчас предоставить слово Бахрому Раджабову, эксперту по вопросам политэкономии и развития постсоветских стран Узбекистана, и мы бы хотели послушать о том, какие настроения есть в Узбекистане по поводу этого. Пожалуйста, Бахрому, во вслух. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь максимально кратко, сжато свои тезисы сказать, потом можем обсуждать это. Да, очень прошу, пожалуйста, наши эксперты, все превышают свои времени, пожалуйста. Я постараюсь быть исключением. Начну с того, что сам факт того, что в Узбекистане этот вопрос обсуждается, обсуждается вопрос как бы сотрудничества с Евразийской экономической комиссией, с ЕАЭС в целом. Это позитивный такой сигнал из страны. Это как бы что-то вам уже, наверное, может сказать о том, что в стране, внутри страны меняется, потому что ранее я лично не помню, чтобы в Узбекистане обсуждалось присоединение страны к Евразии экономической, к Евразии, к другим структурам, так же, как и выход из этих структур. Поэтому это, на мой взгляд, уже положительный такой сигнал. По сути вопроса хочу сказать мое выступление больше о том, вот так называемый наблюдательский статус Узбекистана. Это что? И вообще будет ли вступление? Или все-таки это не вступление, это все-таки статус наблюдателя, который сколько-то долго будет сохранен за Узбекистаном и страна в союз, Евразийский экономический союз не вступит? Здесь я бы хотел первое говорить уже больше о таких вопросах, больше политэкономических, наверное, потому что сам вопрос вступления страны и вообще что такое ЕС и так далее. После того, как совершила в Узбекистан визит госпожа Матвиенко, этот вопрос начал очень жарко дискутироваться, обсуждаться политологами, экспертами разного рода. То есть мнений очень много. и здесь можно говорить, например, о мнениях экономистов, которые в принципе говорят о том, что пока ЕС это, собственно, и не союз вовсе. Есть и такое мнение. То есть это еще организация, которая должна стать союзом. Поэтому здесь обсуждение больше вокруг этого вопроса. Или, например, то, что совершенно недавно обсуждалось на площадках такой организации, как Институт Центральной Азии и Кавказа, где по большому счету говорился о стресс-тесте, который ЕС либо прошел не очень успешно, либо вовсе не прошел в связи с пандемией. И тут там высказывались такие мнения, которые, мне кажется, тоже важно понимать, если подходить к вопросу теоретически или с научной точки зрения. Так есть мнение, что, во-первых, статус Узбекистана как наблюдателя это что-то вроде отложенного вступления этой организации в ЕС. Есть, бытуют такие мнения в Узбекистане среди политологов, ученых. Я лично считаю, что это не отложенное вступление, это именно статус наблюдателя. И на то есть не лично мое мнение, а на то есть совершенно объективные обстоятельства в экономике Узбекистана, которые пока, я думаю, не будут позволять Узбекистану вступить в полной мере в этот союз и принять какие-то обязательства на себя. И здесь я в первую очередь говорил бы, наверное, о так называемых естественных монополиях, которые в экономике существуют. И еще бы добавил к этому то, что, собственно говоря, если говорить об экономичном союзе, как, скажем, от третьего порядка, самого высшего порядка степени интеграции, то на пространстве СНГ и в как бы в диалоге или в ракурсе нечленов ЕС и тех стран, которые уже вступили в ЕС, больше речь идет о таких вопросах, как свободная торговля, то есть зона свободной торговли, свободная торговля и так далее. И тут надо сказать, что Узбекистан по сути дела в ЗСТ, в зону свободной торговли СНГ присоединился с определенными изъятиями до какого-то года, но присоединился. И тут пока вопроса более широкой интеграции пока не стоит. Также, конечно, надо отметить это мнение экспертов уже из выше мной названного Института Центральной Азии и Кавказа, что, собственно говоря, то, что только что сказал фрагистский коллега о том, что вообще ЕС рассматривается больше как геополитический такой план, больше геополитический план Российской Федерации о том, чтобы, так сказать, таким образом не допустить, скажем, Китай вот на те постсоветские территории, на ту зону влияния, которую якобы Москва рассматривает как зону своего собственного влияния. Это с одной стороны противовес Китаю, с другой стороны есть другие ираки, такие как Соединенные Штаты, Европейский Союз. То есть, такие мнения тоже есть, что это больше и вот этим целям тоже служит. И как бы такая точка зрения имеет место быть. Кроме того, если посмотрите уже на экономические показатели, видно, что, например, Казахстан, опять же, тут можно как бы жонглировать, наверное, цифрами, приводить разные доводы и аргументы, и это совершенно обоснованно, но есть как бы мнение, что, например, Казахстан собственно с Китаем особо не перестал торговать, наоборот, Китай это основной торговый партнер, и не только для Казахстана, но и для многих стран Центральной Азии. И как бы Россия эти позиции в свое время утратила по объективным и субъективным причинам. И сейчас как бы это как бы вернуть эти позиции даже с учетом вот этого интеграционного объединения пока не получается, равно как и использовать это тоже, опять же, мнение, использовать вот вопрос трудовых мигрантов как, собственно, своего рода рычаг, может быть, или какой-то инструмент в общении, в диалоге со странами, особенно, которые поставляют трудовых мигрантов в Российскую Федерацию, в Казахстан. То есть это как бы тоже не особо там срабатывает. Но, опять же, это же мнение, да, то есть не факт, что оно так и происходит, но есть вещи, которые действительно можно назвать фактами, и они имеют место, например, в контексте работы, то есть вступления Узбекистана в эту организацию, или возможного вступления. Здесь есть, опять же, в теории и на практике различные мнения, которые необходимо нам учитывать. Мы поговорим об этом попозже. Я хотел бы сказать о каких-то фактах определенных, о данных, о цифрах, которые были приведены в Узбекистане. Например, у нас есть такая организация, как Центр экономических исследований реформ, и они провели опрос об оценке влияния возможного вступления Узбекистана в ЕАЭС и в ВТО. Но я буду говорить про ЕАЭС, так как это тема нашего разговора сейчас. И тут результаты опроса показывают, что 74% всех опрошенных поддерживают вступление Узбекистана в эту организацию, 16% высказываются против, и нейтральными остаются на около 4%, а 6% респондентов затруднились ответить. То есть, если смотреть на вот эти данные, то получается, что сторонников больше. Но у нас как бы общество очень диверсифицировано, есть люди, которые, например, пользуются социальными сетями, имеют доступ к интернету, и это определенная доля этих людей. Я этих опросов не проводил, но из тех экспертов, которых я знаю, такого как бы мнения о вступлении мало кто разделяет. Наоборот, есть люди, которые, эксперты, которые считают, что наоборот, нужно нам сфокусироваться на большей интеграции в Центральной Азии, которая была перезапущена, опять же, благодаря усилиям в основном Узбекистана и поддержке, конечно, центрально-азиатских стран, тем более, что, собственно говоря, вопросы торговли, они так и так с той же Российской Федерации, и с другими торговыми партнерами, которые не являются членами ЕС, они все равно налажены. И поэтому, если рассматривать, как этот союз позиционирует себя с точки зрения экономики, этот вопрос, то тут, конечно, совершенно очевидно, что есть другие способы интеграции и взаимовыгонки экономических отношений. И самое последнее, что я хотел бы сказать, у нас есть два аспекта. Это первое, насколько вообще торговля и вступление в экономический союз позволят самому Узбекистану развиваться. И второе, насколько, например, такие проблемные зоны, как неформальная экономика, таким образом будут разрешены в положительном ключе. То есть, насколько нам удастся сократить неформальный сектор в экономике. Здесь вопросов много, потому что, например, по неформальной экономике это как бы бич всех по сути развивающих стран, в том числе и постсоветских, и тут единого инструмента нет, хотя есть разные способы преодоления этого. И есть мнение, опять же, исследование, которое, например, той же самой Всемирной торговой организации еще в 2007 году говорят о том, что рост, например, торговли всемирной уже составил 60%, ВВП мирового. Но, к сожалению, рост этой международной торговли не привел к тому, что, собственно, неформальная экономика сократилась или более уязвимые и бедные люди стали более богаче. Поэтому вопросов много, спорных моментов много. Вы превысили ваше время на одну минуту. Спасибо вам огромное тоже за очень интересный анализ ситуации и за информирование нас о том, каковы настроения в Узбекистане. Да, вопросов очень много и, конечно же, как я уже говорила, Таджикистан, который является кандидатом наступления в эту организацию вот уже пять лет, очень внимательно наблюдает за всем происходящим и, конечно же, разное экономическое положение стран дает вот такие вопросы, по которым ведутся вот эти разговоры. Я хотела бы попросить нашего постоянного экономического эксперта Уктама Джумаева рассказать о ситуации в Таджикистане. Пожалуйста, Уктам, вам слово. Прошу вас, уложитесь, пожалуйста, в десять минут, желательно даже в семь. Да, давайте, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад видеть вас на данной онлайн-конференции. Прежде всего, хотел бы поблагодарить организаторов конференции за профессиональную организацию и качественную техническую поддержку. Бесспорно, тема конференции считается достаточно актуальной, особенно в условиях интеграции стран с целью противодействия глобальным вызовам выработки единой политики преодоления сложившегося социально-коммерческого кризиса. Глобальная пандемия, к сожалению, не обошла стороной Таджикистан, где, согласно официальной статистике, с начала пандемии коронавируса до настоящего времени полпроцента населения, а именно около 4763 человек, была инфицирована. Несмотря на то, что по заявлению властей пандемия идет на спад и основные сектора экономики с 15 июня будут постепенно возвращаться на прежний режим работы, по мнению экспертов, все-таки пандемия подъявила на все направления социально-экономических деятельностей страны, в том числе и на внешние экономические отношения и интеграционные связи. Следует отметить, что Республика Таджикистан в силу своего геополитического расположения и сложившихся социально-экономических связей с соседними странами, бесспорно играет важную роль в развитии евроазиатской интеграции. Следует напомнить, что именно в Душанбе 6 октября 2007 года был подписан договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза, что в итоге стало прообразом строительства Евроазиатско-экономического союза. Таджикистан как партнер СНГ активно участвует в интеграционных процессах, в том числе взрослой в свободной торговле, хотя по заявлению властей пока еще не спешит стать членом и находится на стадии изучения плюсов и минусов от вступления в данный Союз. Следует отметить также, что в высших политических кругах страны часто обсуждается вопрос возможности вступления в Таджикистан в ЕС, однако сложившаяся чрезвычайная обстановка с глобальной пандемией, которая повлияла на экономическое развитие, приведущая к сокращению национального дохода производства потребления, с моей точки зрения создает как угрозы, так и предпосылки для активизации процесса вступления Таджикистана в ЕС. Чем это связано? Ну, во-первых, следует отметить, что пандемия коронавируса выявила системные проблемы неспособности страны противостоять основным вызовам и угрозам, что в итоге вынудило правительство страны обратиться к соседним странам, в том числе и странам ЕС, для оказания гуманитарной помощи в цель предотвращения возможных гуманитарных кризисов и доступ к необходимым медицинам. Согласно официальным стандартам, в январе-апреле 2020 года Республика Таджикистана была отказа гуманитарной помощи на сумму свыше 77 миллионов долларов, в том числе 11% помощи была отказа со стороны России и Казахстана. В данном случае для Таджикистана является достаточно поучительным пример того, как ЕС могла создать единую скоординированную политику между стран членов ЕС судя по принятым пакетам в борьбе с пандемией на основе интеграции политики с сектора здравоохранения и социальной помощи, выгода от которой возможно Таджикистан может получить в условиях присоединения ЕС. Второе, несмотря на то, что правительство приняло мягкие меры по карантину, сферам первой необходимости было разрешено работать в условиях карантина, в том числе продуктовые рынки, сельхозпродукции, товар первой необходимости, дорожного транспорта и прочее, без ограничения перемещения граждан, что в итоге, по мнению некоторых ученых спасло экономику, пандемия все-таки значительно повлияло на экономические развития стран. Если благодаря мер правительства можно отметить, что за период январь-апрель промышленность смогла остаться на основном темпе развития около 70%, то некоторые другие направления, в том числе грузоперевозки, туристический бизнес, сектор услуг и так далее, они потерпели очень значительный спад от 10 до 40%. Инфляция выросла на 5%, снижение торгового оборота со странами ЕС от 10%, с Киргизией до 40% с Арменией, снижение капитальных инвестиций на 77%, а частные иностранные инвестиции сократились на чепи. По предварительным оценкам с начала пандемии крупные промышленные предприятия, которые представляют собой региональные производственные власти с участием китайских инвестиций или так название ядро национальной промышленности из-за карантинов меня также потерпели в руки. Следует отметить также, что основной сектор услуг малосредний бизнес, где работают более 76 тысяч предпринимателей и также оказался на грани кризиса. Денежные переводы мигрантов сократились на более чем 50%. И в итоге мы имеем реальное снижение облима ВВП, рост инфляции, безработицы, сокращение уровня потребления, национальные сбережения, что создало кризисные условия национальной выски выхода из этой ситуации как вариант по мнению многих экспертов могут вынудить Таджикстан при соединиться к ЕАЭС. Общеизвестно, что ЕАЭС как интеграционный союз призван обеспечить свободу движения товаров и услуг как товаробучей силы, что по нашему мнению может создать стимул для улучшения доходов мигрантов и перевода в страны, а также роста экспорта сельхозпродукции. Более того, доступ к рынкам капитала технологиям ЕАЭС зон свободной торговли с третьими странами для повышения конкурентоспособности на экономике может также стать хорошим дивидендом от участия ЕАЭС. Однако, все-таки, несмотря на все это, следует выделить также ряд угроз, которые, по нашему мнению, стоят на пути вступления от часа в ЕАЭС. Первое, это то, что экономика страны слабо представлена в экспортном потенциале, следует найти возможность, которые раскрывает ЕАЭС, а именно свободный не создает экономический стимул для интеграции Таджикстана, так как Таджикстан пока еще экономически не готов к этому. Второе, вступление в Таджикстан в ЕАЭС заставит власти пересмотреть политику регулирования внешней и внутренней торговли, где на сегодняшний день преобладают так называемые сегментные монополии и высока нагрузка таможенных пошлин, частности доходной часть бюджета. По мнению экспертов, власти Таджикстана пока еще не нашли все экспансии Китая и других западных стран. Общеизвестно, что участие Таджикстана в других интеграционных группировках, торговых соглашениях и региональных проектах, как Единый поседенный путь, Каса тысяча и прочее, создает условия доступа страны к международным инвестициям, технологию, рынку сбыта, что снижает заинтересованность вступления в ЕАЭС. Активная инвестиционная политика КНР и США способствует формированию Четвертое. По нашему мнению, сам ЕАЭС пока еще не сформировался как полноценный интеграционный механизм, где присутствуют внутренние конфликты интересов между участниками Союза, что создает угрозы для вступления в Чистан. Более того, согласно открытым источникам данных, возможный отказ заинтересованности Молдави для вступления в ЕАЭС и, так сказать, заявляемый слабый экономический дивиденд от участия Киргизии может стать для нас хорошим кейс-стаби для принятия решений по вступлению в данный Союз. С учетом выделенных предпосылок и угроз, мне бы хотелось быть ряд приоритетов направления развития интеграционных связей Таджикстана ЕАЭС, что на наш взгляд придаст импульс взаимоотношений. Первое это то, что доступ Республики Таджикстан к инвестициям в рынку инноваций технологий страны ЕАЭС. На сегодняшний реализация региональных инвестиционных проектов Таджикстана, тем самым создавая основу баланса интересов региона. Этому могло бы способствовать создание так называемых промышленных инвестиционных фондов, направленных на развитие проектов Таджикстана. Второе создание совместных промышленных кластеров на территории Таджикстана с участием капитала ЕАЭС с последующим выходом обратно на рынки потребления ЕАЭС. Добыча переработки полезных скопаемых АПК энергетики это основные направления на стороне политики, которые могли бы заинтересовать. Третье создание зон свободной торговли ЕАЭС на территории РТ и развитие транспортного коридора с выходом на рынки Апганистана Пакистана. Там я вас тороплю, пожалуйста, закрепите. Опыт показывает, что многие интеграционные взаимодействия, в том числе зона свободной торговли СНГ может продвинуть эти отношения, если механизм будет доработан. Ну и четвертое подготовить пошли для вступления в ЕАЭС, продолжив принимать шаги по созданию благоприятных условий к рынкам ЕАЭС, на примере создания зеленого коридора для перевозки груза, внедрения стандартов фитнес-санитарных новых сенхозпродукций, интеграции налоговодействий и прочее. Таким образом, я хотел бы заключить, что в настоящий момент Таджикистан находится в центре внимания экономических интересов ряда крупных стран мира, что, на наш взгляд, ставит перед правительством Таджикистана непростую задачу определения будущих векторов интеграционного развития. Благодарю за внимание. Спасибо большое за ваш анализ ситуации. Да, и у нас есть, мы ведем прямую трансляцию в Фейсбуке и там уже написали, Шуира Абду Сатур написала, что я против. Это видимо пользователь из Таджикистана. Она против вступления в Таджикистан в ЕАЭС. Ну, как мы уже говорили, вот и сейчас из выступления всех спикеров, понятно, что вопросов очень много. Вопросов много, и, как мы уже говорили, пандемия не способствовала решению тех противоречий, которые существуют в рамках этой организации, и, конечно же, для того, чтобы сделать ее более устойчивой, необходимо, конечно же, предпринимать политические и какие-то другие меры и развивать эту организацию. Спасибо большое всем спикерам за интересные выступления. У нас сейчас время вопросов. я также хочу напомнить нашим спикерам, что у нас есть чат внизу, вот, если вы нажмете на экран и где есть там инструменты, есть чат, и туда поступают вопросы. Сейчас мы уже переходим к вопросам, и здесь у нас вопрос от Нейли Аль-Мухамедовой, и у нее три вопроса, и два вопроса адресованы Лидии Пархомчик. Вот я зачитаю, Лидия, да, послушайте. В рамках укрепления институциональной базы в проекте среднесрочной стратегии рассматривается аспект пересмотра структуры перечня чувствительных вопросов, решения по которым принимаются на основе консенсуса, в пользу расширения спектра вопросов с голосованием квалифицированным большинством. При этом в своем недавнем выступлении президент Казахстана Токаев отметил, что следует аккуратно подходить к вопросам расширения укрепления полномочий ЕЭК. На ваш взгляд, какие вопросы потенциально власти Казахстана могли бы пересмотреть в пользу голосования квалифицированным большинством? Это первый вопрос. Вы запомнили его, да? Я сразу прочитаю все три. Для всех экспертов, в первую очередь из стран ЕАЭС, последние несколько лет активно поднимается вопрос расширения полномочий наднациональных органов, в частности ЕЭК и суда ЕАЭС. С учетом, что для некоторых государств, членов ЕАЭС, вопрос о сохранении укрепления суверенитета является первостепенными и особо чувствительными, на ваш взгляд, как можно балансировать между усилением круга компетенций наднациональных органов и сохранением национальных интересов. И еще один вопрос для Лидии Пархомчик от Нейли. Это на протяжении многих лет официально в повестке Казахстана направление развития транспорта, логистики и транзита указывается как одно из перспективных. В рамках ЕАЭС Казахстан также отмечает значимость укрепления сотрудничества в данной отрасли. Как скажутся на ней ограничения, вызванные пандемией, а также в целом, как повлияет на отрасль создание альтернативных транзитных путей, не усилит ли это конкуренцию и возникновение внутренних барьеров между участниками ЕАЭС. Пожалуйста. Лидия, сначала вы отвечаете, а потом наверное кто-то из... Наверное, я начну с последнего вопроса, потому что на самом деле он мне тоже очень интересен с точки зрения каким образом перекрытие до границ локдаун повлиял на наше транспортное сообщение. И вот что интересно, когда мы порассматривали данные, по крайней мере для казахстанской стороны, данные отрасли, то вот по моей презентации там, кстати, было написано красненьким гена и большие потери. Потери были в пассажирообороте. Они практически для всех собственно государств были, и для Казахстана также в частности. Но вот что интересно, если мы посмотрим за результаты периода января-апреля 2020 года, то объемы перевезенных грузов всеми видами транспорта в зонодичный период уменьшился на 7%. А вот если мы возьмем отдельно железнодорожный транспорт, то здесь будет очень интересный показатель. Вообще, если для Казахстана все потери, по крайней мере, на подсчитанные к концу апреля, они составили уже сейчас 300 миллиардов тенге. А если мы берем железнодорожный транспорт, то он стал наиболее востребованным. И объем контейнерных перевозок по территории Казахстана с начала 2020 года он увеличился на 12%, и где-то у нас составило больше 200 тысяч контейнеров по 20 секунд эквиваленту. А если мы говорим о перевозке на основном контейнерном маршруте транзита Китай, Европа, Китай, он увеличился вообще на 25%. Если грузовые перевозки мы берем, то есть не только контейнерные, только в апреле 2020 года вот этот данный показатель между Китаем и Казахстаном, то он вырос на 48%. Это очень неплохая тенденция о том, что даже несмотря на то, что существуют явные ограничения и проблемы с транспортом и транзитом, по крайней мере для казахстанской стороны железнодорожный транспорт стал своего рода драйвером, который нам нужно собственно развивать. Границы у нас здесь если мы там по фурам мы видели, что объем снижения пошел, то уже дорожный транспорт он как раз-таки эту статистику и попытался выправить. Но основные виды транспорта они конечно ввиду ограничений локдауна и карантинных мира, они будут выправляться только после того, как стабилизируется ситуация. Так вот, для Казахстана в принципе данный вектор возможности применения вот этого транзитного положения и обращения это в экономические дивиденды он сохраняет актуальность даже в условиях ковида и это в принципе наглядно видно по крайней мере я попыталась привести доказательную базу к этому. Если мы говорим о возможности перераспределения полномочий между национальными и национальными органами в том числе и усиление суда и Евразийской экономической комиссии это очень сложный вопрос здесь я не думаю что Казахстан должен обладать каким-то приоритетом в плане решения каким образом данный вопрос должен решаться и в каком направлении должен двигаться вообще на самом деле действительно многие по крайней мере в юридическом поле поднимался вопрос о том что коллегиальное большинство и решение коллегиальное решение соответствует вот но опять-таки здесь не должен приниматься только позиция расчет Казахстана это мы собственно создавали союз чтобы совместно решать подобные вопросы если будет принято решение передать полномочия или сделать изменение процедуры голосования тогда это другой вопрос я надеюсь чтобы меня поддержат мои коллеги да пожалуйста кто да Станислав вы хотите ответить пожалуйста я в принципе в подтверждение того что Лидия сказала что здесь как раз и нужен тот баланс сохранения суверенитета но при этом управленческие возможности самого ЕС да то есть в условиях когда возлагается на ЕС Евразийскую комиссию огромное количество ожиданий но при этом его возможности достаточно ограничены при том решение принимается все равно коллегиально то есть условно принимается решение на уровне Евразийской комиссии которая включает в себя всех представителей и потом это решение не выполняется потому что государство считает что суверенитет важнее и вот здесь как раз нужно искать те балансы чтобы те полномочия и возможности Евразийской комиссии которая работает коллегиально по принципу совместного принятия решений всеми пятью нынешними участниками, и чтобы эти решения в конечном итоге имплементировались и работали на практике. То есть в этом как раз и заключается сложность того, чтобы найти этот механизм и этот баланс. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот здесь в чате у нас вопросы. Я сейчас задаю вопрос представителю Узбекистана, Бахрому, от Юрия. Да, Пон. Пойта. Вы говорили о статусе наблюдателя Узбекистана в ЕАЭС. При каких условиях Ташкент, с вашей точки зрения, будет готов стать полноценным партнером? Какие вызовы должны быть преодолены? Пожалуйста. Если отвечать коротко на вопрос Юрия, то я считаю, что у Узбекистана сейчас при сложившейся реформах в стране огромный потенциал развития экономического, в первую очередь, лежит, собственно, в реформах в самой стране. Я об этом много писал. Если Юрий посмотрит, он может найти, или я поделюсь с ним. И мое мнение таково, что многие вещи, которые мы можем сделать с либерализацией нашей торговли, с либерализацией нашей экономики, вот эти реформы, начатые при доведении до конца, они дают огромный потенциал, огромный толчок и хорошие перспективы для экономики Узбекистана. Что касается ЕАЭС и Узбекистана, то здесь я не могу говорить за всех, но лично моя точка зрения заключается в том, что есть такое слово хорошее, солидарность называется. Кажется, в русском языке оно тоже есть. Вот Европейский Союз часто критикуют за то, что там долго принимают решения, там 27 языков у них в парламенте, пока напереводишься, много времени уходит. А вот я часто слышал, особенно от российских экспертов, что вот если будет у нас евразийский парламент, ну там русский язык, там, собственно говоря, какая проблема, все говорят по-русски. Но я им говорил, а как же солидарность, как же демократические принципы, мы как бы независимые государства, вроде как бы заявляется, если, ну, говоря, let's talk about business, да, говорится, мы же как бы коллегиальное решение принимаем. Вот критика господина Такаева была тоже об этом, что там в основном неправильно квоты распределены в самом ЕАЭС. Вот если эти вопросы будут решены, мне кажется, когда будет действительно подлинно солидарный подход, когда будет возможность реально говорить. Здесь никто ведь не перетягивает одеяло на себя, но каждый хочет принимать участие в решении. Такие инструменты в ругаемом ныне Европейском Союзе, они есть, они работают. И, кстати, в этом году на примере кризиса многие вещи, на многие уступки, хоть и с неохотой, но та же Германия или Нидерланды все-таки пошли. И по поводу увеличения бюджетного дефицита и по многим другим вопросам. Это революционные вещи для Европейского Союза были. И зря их как бы по незнанию ругают за это. То же самое, если будет в ЕАЭС, я думаю, тогда будут вопросы сняты. Спасибо, Бахром, за ваш ответ. Я надеюсь, Юрий получил. Вопрос от Александра Василькова. ЕАЭК признала барьером контрольно-досмотровые мероприятия Казахстана в отношении товаров ЕАЭС на контрольно-пропускных пунктах Кыргызско-казахстанской государственной границы. И вопросы к экспертам. Можно ли считать это решение реакцией на заявление кыргызских политиков о возможном выходе Кыргызской республики из ЕАЭС? И может ли этот кейс как-то повлиять на общую устойчивость экономического альянса? Пожалуйста, кто ответит на этот вопрос? Лидия, включите, пожалуйста, микрофон. Да, ну, наверное, наши кыргызские коллеги немножко меня подправят, если я буду неправа. Но дело в том, что постоянный такой пинг-понг у нас происходит. Вот это, к сожалению, данность. Это вот о том, о чем мы говорили. Это болезнь роста, да? То есть мы хотели бы, чтобы никаких тарифов, нетарифных барьеров не было, никаких бы лимитов бы не было. Тем не менее, сами грешим подобными ситуациями. И, собственно, да, Казахстан по отношению к России аналогичные претензии предъявляют. Вот здесь, понятное дело, что каждый конкретный кейс, он вредит бизнесу. Это очевидно, да? И если не разбираться в данных вопросах, то смысл, да, во-первых, такой кооперации, он действительно теряется. Другой вопрос, если мы так поднимемся на уровень выше, является ли это достаточным основанием, чтобы прекращать вообще сотрудничество? Здесь можно ли говорить о том, что, ну, подобные там призывы о немедленном выходе из Союза, вот, они действительно экономически проработаны и продуманы? Потому что, ну, допустим, даже с российской стороны недавно было опубликовано исследование, которое как раз-таки предоставляло подробно, сколько ВВП потеряет для каждой страны, если она выйдет из ЕС. Вот, и, ну, понятное дело, что с российской стороны все будет наиболее мягко. Следующий по мягкости будет Казахстан, а вот как раз-таки для Кыргызстана эти цифры были двузначными потерей для ВВП. Поэтому я вот не стала бы так манипулировать, по крайней мере, данной темой. Спасибо большое за ваш ответ, Лидия. И у нас, если... Коротко подключусь, наверное. Вопросов. А, да, пожалуйста, Мирсан Тюмсенович. Да, 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 действительно, это как пинг-понг с самого начала, да, единственное, до присоединения к ЕС нам говорили, это потому что вы не ЕС, поэтому Казахстан закрывает на долгое время границы или ограничивает, но дело здесь не только в Казахстане, да, дело это вообще отношение и правила игры внутри ЕС, потому что Казахстан очень много проблем озвучивала с самого начала, то же самое, что зерно не пускали в Россию, да, там и другие продукты, КамАЗа не пускали и там подобное. И сейчас мы с этим сталкиваемся через 4,5 года после вступления. То есть эти моменты не решаются. Если ЕС создан был для того, чтобы оптимизировать или реализовать внутреннюю торговлю, тогда занимайтесь этим. Не уходите далеко, если вы еще не построили фундамент, если вы не построили кипич первого дома или там у вас денег нет, вот вы времянку строите, достройте сначала времянку, а потом думайте о том, что через дорогу хотите суд построить, через еще дорогу милицию, да. То есть это такая реакция, это не эмоциональная, а просто на простом языке для такой сложной организации, как ЕС. Спасибо всем большое. Спасибо, Анастасий Джан, конечно же, эмоции, наверное, зашкаливают, когда есть какие-то вопросы нерешенные. И, пожалуйста, Станислав, вы поднимали руку. Я буквально несколько слов скажу. Вопрос очень острый, потому что здесь, с одной стороны, вот этот как бы национальный эгоизм, про который я говорил, с одной стороны, есть казахстанские производители, которые лоббировали недопуск киргизских производителей на свою территорию и используются механизмы определенной изъятия. Но, с другой стороны, Кыргызстан также не все свои обязательства в рамках ЕС выполнил в отношении лаборатории, были выделены гранты, но не все производители сельхозпродукции, которые рассчитывали поставлять свои товары в рамках ЕС, они должны получить сертификаты для того, чтобы подтвердить качество своих товаров. Не все эти лаборатории были запущены вовремя, не все производители получили сертификаты качества. То есть здесь как бы вопрос в том числе и непоследовательные порой позиции самого Кыргызстана. То есть как бы здесь сложное вот это перетягивание каната, которое всегда упирается в то, что всегда будут недовольны и всегда будут какие-то изъятия и сложности в торговле. Они есть и в российской казахстанских отношениях, если посмотреть. То есть как бы это нормальная практика. Вопрос в том, чтобы найти механизмы их разрешения через суд, который есть в рамках ЕС, чтобы объективно рассмотреть и попытаться решить вопрос. Спасибо. Спасибо, Станислав. Если нет вопросов, то у нас есть ремарка, о которой попросил Фархад Толипов. И, пожалуйста, Фархад, вам слово. Буквально две минуты. Я хочу ограничиться буквально двумя-тремя такими тезисами, как я сказал. Касательно того, как, в общем-то, экспертное сообщество, официальные круги СМИ в Узбекистане отнеслись к данной проблематике и в итоге было принято решение о наблюдательном статусе Узбекистана. Вот прежде всего хочу упомянуть выступление президента Узбекистана. В январе-феврале он в традиционном обращении к стране, к парламенту обозначил такую задачу и дал поручение, можно сказать, Оли Мажлису, то есть парламенту Узбекистана, начать широкое обсуждение, дебаты, дискуссии по этой проблеме с экспертным сообществом, после чего принять определенные решения и внести на рассмотрение руководство, чтобы руководство приняло окончательное решение. Вот хочу сказать, что как-то в ППХ в режиме компанищины, можно сказать, были организованы теледебаты, которые, на мой взгляд, грешили задумностью изначальной, потому что я наблюдал, вот три были дебаты, где присутствовали, собственно, одни и те же лица и повторяли каждый раз одну и ту же логику, аргументацию, сугубо сфокусированную на экономических цифрах, никак не подтвержденных и никак не оспариваемых оппонентами, что создало впечатление, что такие дебаты были, в общем-то, в режиме компанищины, такой кампании политической проведены, чтобы показать, что дебаты идут. Еще одно такое замечание. Вы знаете, когда выносилось решение со стороны парламента, было сообщено и на средствах массовой информации, на сайтах было объявлено, что депутаты организовали консультации с тремя следующими такими консультативными структурами, что для меня тоже показалось немножко удивительным и странным. Одна организация, которая как бы типа выдала свои рекомендации консультации парламенту, это BCG, Boston Consulting Group. Откуда, что это за группа и каковы их заключения, не было опубликовано, мы не видели таких их анализа, их выводов, чтобы опереться на них. Но было сообщено, что вот провели консультацию с BCG. Вторая группа, это была центр или институт Гайдара в России, с которыми тоже консультировались. И третья, центр экономических исследований, которую Бахром упоминал выше. Как видите, из-за перечня этих трех организаций, ни одна из них не является независимой объективной такой организацией, и все они какие-то ангажированные, возможно. Поэтому это тоже создало, собственно, подозрения в искусственности и заслуживает, я думаю, критики. И вот это все я, поскольку ограничен во времени, не буду продолжать. Просто хотел обратить ваше внимание на то, что, во-первых, надо, наверное, расширять проблематику анализа, не ограничиваясь только одной сферой, скажем, экономика или транспорт и так далее. А также, наверное, недостает во всем нашем этом анализе более широкого подхода, экспертного подхода независимых исследователей, независимых выводов, каковых немало. Очень много привести можно критических замечаний, критических оценок касательно, во-первых, политики государств, членов ЕАЭС внутри ЕАЭС, а во-вторых, касательно самой сущности ЕАЭС, с точки зрения того, что это за организация, что она из себя представляет, с какой целью создана, такого рода, я думаю, исследования, такого рода анализ, я думаю, еще не был представлен широко в аналитическом сообществе. Спасибо. Спасибо, Фархад. Я думаю, что мы, наверное, по времени уже должны закругляться. Я думаю, что наша встреча, она, на мой взгляд, прошла очень продуктивно и плодотворно, потому что мы выслушали очень много мнений, очень много. Весь спектр проблем, которые существуют в этой организации, мы здесь с вами узнали и услышали. И, Фархад, спасибо вам за то, что вы говорите о том, что очень мало исследований. Конечно же, для того, чтобы, как и сказал Станислав в самом начале, если не перетягивать одеяло на себя, я не знаю, что еще должно, учитываться интересы каждой страны, и тогда, возможно-таки, у этой организации будет какое-то будущее. Ну, а сейчас, как мы видим, проблем очень много. И, насколько я знаю, вот и Уктам говорил о том, что в Таджикистане очень много мнений по этому поводу. Конечно же, вот Бахром нам рассказал об исследованиях, которые проводились. В Таджикистане, возможно, такого исследования не было, но у нас очень много мигрантов, и мигранты считают, что нам следует вступить в эту организацию. Я благодарю всех участников за очень интересную, плодотворную беседу, за очень интересные доклады. Я благодарю наших спикеров. И я надеюсь, что эта встреча послужит тому, чтобы как раз-таки появились такие исследования, когда можно будет говорить на более, допустим, широком уровне о проблемах, которые существуют в этой организации. И я надеюсь, что условия пандемии научат нас чему-нибудь новому. Спасибо большое всем за участие. Эта встреча закрыта.